Если ты хочешь быть самым могущественным существом, как я, то успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Я считаю, раз, два, три, четыре, пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышла новая анимация, игра в кальмара с монстрами Тревора Хендерсона. Вы это просто обязаны посмотреть, ссылочка находится в описании. Ну что же, дорогие друзья, всем огромнейший привет, с вами снова я, Слайкмаст и Дарк, и сегодня мы вам, ребята, покажем все-все-все виды качков монстров Тревора Хендерсона в игрушке под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья! Ну, короче, да, ребята, в игре уже так много качков монстров Тревора Хендерсона, так-то качков ещё больше. Есть ещё, ребят, например, качки Колоссальный Титан, Звероподобный, Халки и многие-многие другие. А вот именно монстров Тревора Хендерсона, ребят, качков поменьше, но их уже докопилось тоже довольно-таки много. Что, ребят, сегодня мы решили сделать целую подборку про качков монстров Тревора Хендерсона. Ну и, ребят, знакомьтесь, вот они они. Здесь, да, все монстры Тревора, кроме одного, это паровозик Томас, но, ребят, по-моему, паровозик Томас уже настолько у нас на канале хорошо закрепился, что его спокойно можно отнести даже к SCP, к монстрам Тревора. В принципе, неважно, кому он там относится, главное то, что он, ребят, у нас, в принципе, монстр. Так ещё не просто монстр, а монстр-качок. Монстр-боксёр-качок. Ну и, ребят, смотрите, самый был первый, это мультяшный кот-качок и, конечно же, сиреноголовый качок. Потом уже, друзья, посреди них у нас были Великая Мать Мегафон-качок и Большая Сирена-качок. И примерно в то же время появился мультяшный пёс-качок. Вот такой вот, да, ребят, накачанный пёс. Потом Мостовой Червь-качок. Он, видите, тоже такой накачанный весь, идеальный, эстетичный. Как будто просто какой-то бог, божество сошло с Олимпа. Хотя это и есть какое-то божество. Ну и, ребятки, два новых качка. Это паровозик Томас-качок, с которым мы познакомились буквально вчера. Да, и на канале, ребят, вышел про него ролик. Это такой вот мускулистый, накачанный боксёр. Он очень-очень, ребят, сильный. И вот такая, ребят, длинная шея и голова паровозика Томаса. И, друзья, бегемот-качок, самый-самый большой качок, в принципе, из существующих. Это огромный, очень-очень сильный монстр, который с одного удара может убить, возможно, даже всех качков. Хотя это, ребята, ещё не проверено и не доказано. Вот сегодня мы, давайте, ребята, поиграем изо всех-всех этих качков. Посмотрим, на что они вообще способны. Ну, а если вы, ребята, хотите увидеть какую-нибудь битву качков, например, не знаю, мостовой червь против паровозика. Или паровозик против бегемота. Или большая сирена против паровозика качка. Или, к примеру, большая сирена качок против качка бегемота. Думаю, короче, вы, ребят, поняли. В общем, если вы хотите увидеть какую-нибудь битву качков, то давайте мы на этой серии наберём 10 тысяч лайков. И мы ещё, ребят, обязательно поустраиваем разные битвы. И можно даже будет устроить чемпионат качков. Прям, да, ребят, такой, знаете, офигенный. Большой чемпионат, где будет много-много разных битв. Много-много участников. То есть все-все качки. И в итоге мы выясним, какой же качок самый-самый сильный. Всё, ребят, больше давайте будем затягивать. Ставьте, друзья, обязательно лайки. Подписывайтесь на мой канал. Жбите на колокольчик. И мы, ребята, начинаем наш выпуск. Погнали! Ну что, ребята, мы начинаем. Первый качок это качок мультяшный кот. Мы, ребят, решили начать именно с него. Потому что он был самый первый качок, в принципе, монстра Тревора Хендерсона. Да, ребят, качок Cartoon Cat был самый-самый первый. Ну и давайте, знаете, как мы будем устраивать наши испытания? И демонстрацию этого монстра. Да и не только этого, в принципе, всех-всех-всех сегодняшних. Вот, например, это же кот, да, мультяшный кот. Вот давайте он будет сражаться тоже против мультяшных котов. Да, сравним, скажем так, с его базовой версией. Да-да-да-да. Мультяшный пёс давайте будет сражаться против мультяшных псов. Сиреноголовых против сиреноголовых и так далее. Как по мне, ребят, будет интересно. Естественно, мы будем сражаться не против одного мультяшного кота, а против целой толпы. Так, ну что, я готов. Раз, два, три, ребята, битва начинается Они телепортируются, смотри Да, не забывайте, шкаты Да, я помню Ой, сударка, я отлетаю Ребята, жесть Отлетают просто Да всех, всех, смотри Сейчас всех уже положу Да, всех, кто под твою тяжелую руку попадает Там не рука, там гантеля, гантеля Да, да, гантеля, гантеля На, все Эммм Давайте мы, ребят, не будем долго задерживаться На монстрах, на каких-то одних Он, например, на мультяшного коте-качке Так, сейчас котопсов мы, ребят, побеждаем И давайте переключимся на следующего Будем прям по временной шкале идти Следующий будет, давайте, сиреноголовый Так На, получай На И тем более у нас, ребят, уже есть много роликов Про мультяшного кота-качка У нас есть и жизнь мультяшного кота-качка Как он стал качком На ступеньках Разные битвы, эксперименты Челленджи Многое-многое другое Вообще, да, ребят Мультяшный кот-качок Всех очень-очень легко победил А теперь давайте посмотрим На качка сиреноголового На что он способен Кстати, возможно, я вас, ребят, немножечко Все-таки обманул Возможно, самый первый у нас все-таки был Качок сиреноголовый Да-да-да-да, точно-точно, ребят Что-то я подумал то, что мультяшный кот Но нет Мультяшный кот уже был после сиреноголового качка Ну что, ребята, теперь следующий качок Это качок сиреноголовый И он будет сражаться против других сиреноголовых Только не качков, а дрыщей Да, ребят, наверное, наши просто качки Очень сильно не любят дрыщей, да И из-за этого их пытаются как-то унизить Сейчас он, подождите, подкачается немного А вот сиреноголовый решили не ждать твоей прокачки Ну, в принципе, вообще пофиг Что, подождите, а это сиреноголовый такие или слабые, или ты такой сильный? Да вроде качок просто такой сильный Давай тогда ты все виды сиреноголовых по очереди Давай, давай, давай Хорошая, кстати, идея Все-таки сиреноголовых, ребят, много Да и тем более качок как-то слишком быстро справляется со всеми Так, все, минус Так, деревянненькие поползли Давайте деревянненькие Они, кстати, ребят, такие медленные, просто жесть Кровяные Смотри, кровяные, какие быстрые Вижу, 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 набежали такие Так А, еще эти призрачные Да, как без них-то Налетели Ну все Ну и самые красивые сиреноголовые Это какие такие еще, а? Новые, что ли? Нет, вот красивые, смотри Красивые-то какие? А, я понял Из ребят игры Про сиреноголового То, ребят, той самой, да Вроде это одна из самых первых игр про сиреноголового была И там именно этот сиреноголовый и был Блин, на самом деле, реально, такой, ребят, ужасный сиреноголовый, капец Кстати, ребят, факт Монстры Тревора Хендерсона, как бы уже довольно-таки у нас древние, знаете ли Тревор Хендерсон их еще придумал много лет назад Сиреноголового, по-моему, в 17 или 18 еще году И до сих пор мы за них играем, понимаете? Так, ну что, давай еще нового сиреноголового Ну давай Буквально одного, двух, я не знаю даже сколько Так, он что-то вообще, капец, конечно, мощный Да Да, я думаю, справлюсь Вон, смотри, прыгает Вот, и ОГА Нифига себе А если бы тебе несколько их заспавнил, что бы ты делал, скажи мне, пожалуйста Было бы не особо хорошо, знаешь ли Все, я всех убил Да Короче, да, ребят, такой-то офигенный качок сиреноголовый Вот такой, да, ребят, офигенный накачанный сиренхэт И давайте мы теперь поиграем Давайте все-таки мы немножечко будем не по времени, а по силе Так будет, как по мне, интереснее Теперь давайте будет мультяшный пёс Джерри Мультяшный пёс-качок Ну что теперь, ребята, мультяшный пёс-качок Он, кстати, видите, да, верх тела очень даже натренировал А вот что-то ноги он вообще не тренировал Такие у него дрыщанские, маленькие, тощие ножки Прям две палочки какие-то Это что, мультяшный пёс Джерри? За это будут расстреливать Ой Сейчас мы еще посмотрим Кто кого расстреляет Что... Давай мультяшных псов обычных Ладно, ладно Сейчас, только с этими разберусь Они меня отбрасывают Что они делают? Стреляют Ребята, короче, в чем прикол? Я когда даже просто бегу Видите, да Я уже дышу урон И таким образом я убиваю Например, тех же мультяшных псов Ахрелись вообще а кстати почему-то перестал урона носиться ну ладно по старинке ребят разберемся с одного удара ребят толпы целые понимаете все мне кажется только одни мультяшные монстры могут те хоть как-то противостоять знаешь какие мультяшные демоны нет на кто же а мультяшные сиреноголовых мы про них совсем забыли что-то не такие что и сильная так тихо 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 звуком те замучили да 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 не ну вообще имба имба да ребят вообще имба имба прям нереально имба кстати сейчас чему тебя серьезно же мультяшных демонов убиваю они ребят так-то очень сильные а еще прикол в том что если меня кто-то бьет до автоматически автоматически до мультяшный пес атакует этого монстра который меня бьет ему наносится урон он умирает в этом случае видите смотрите просто его же можно не нажимать некий кнопки ничего не делаю и тебя бьют они сейчас они будут отгребать учет они не отгребают но вроде это работает ну давайте давайте посмотрите видимо не могу видеть его нанести во все взял и убил их вот такой да ребят офигенный мультяшный пес качок если что ребят уже про всех качков есть ролики на канале и не один проект подробнее можете посмотреть да да ребят можете посмотреть более подробно в тех предыдущих сериях мужей друг против друга устраивали битвы раз лишь горе эксперименты и жизни и рпшки эволюции и разные интересные челленджи и теперь давайте ребята будет качок великая мать-мегафон который умеет призывать качков сиреноголовых и других серии на головах ну что теперь дорогие друзья качок великая мать-мигафон и давайте на посражается против светофора головых да ребят много много светофора головых хотя кстати по идее светофора головы это ближайшие родственники Великой Матери Мегафон. Это же, ребят, можно сказать, Большой Сайрон Хэт. Да, Большой Сиреноголовый. Это же Королева Сиреноголовых. Кстати, Дарк, как ты думаешь, это мужик? Или женщина? Называется Великая Мать Мегафон. И увидим. А по идее, это вообще, видите, ребята, какой-то огромный мужик. Тело мужика накачанного. Ну или чего-то мужского пола. Так, ну что, вы готовы, друзья? Раз, два, три. Так. Светофоры головы решают, ами напасть. Это, конечно же, плохая идея. Так. Угу. Всё. Смотрите. А почему так светофоры быстро заканчиваются? А, потому что они слишком слабенькие. Светофоры головы слабенькие. Давай несколько роботов сиреноголовых. О! Вот тебе три робота. Ты прямые мысли читаешь? Давай. Три ребят робота сиреноголовых минус один. Что, с удара робота? Да, 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 да. Почему бы и нет? Да, что-то как-то слабо подожгли меня. Давай ещё роботов нескольких. Давай, давай, давай. Ладно, раз, два. Давай там пятерых, например. Четыре. Давай пять, давай пять. Пять, хорошо. Всё, вот, ребят, пять роботов. Ну, точнее, уже три. Так, эти взрываются у нас почему-то. Уже даже, ребят, два получается. Уже сейчас будет один. И... Так, 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 так. Ах ты ж, на! Так, ребят, сиреноголовыми давайте мы не будем разбираться. Всё-таки мы королева сиреноголовых. Так, мы умеем, ребят... Опа, на что? Куда я отлетел? Мы, кстати, ребят, умеем призывать сиреноголовых. Сейчас они тебе, мне кажется, пригодятся. Что происходит? Они меня парализовали. Да, какие надоедливые твари, тебе нужно подкрепление. Всё. Нет, ладно, не... А, нет, один ещё остался. Один, ребят, остался? Где он, где он? Всё, ты его убил только что. Серьёзно? Завершил удар, да. Так, ребят, качаемся. Так, подождите, великая же мать-мегафон умела вроде призывать сиреноголовых. А маяки маякоголовые считаются? А куда это, ребят, способно сделать у качка? Так, минус один. Сейчас минус будет второй. Как же их много, этих маяков. Так. И... На, на. Всё. Дарк, давай теперь великую мать-мегафон. Только которая недокачанная версия. Всё. А, я понял. Завалили. Великую мать-мегафон. Одну? Так, смотрите, ребят, много-много сиреноголовых. С ними придётся немножечко подраться сначала. Вот, сейчас, ребят, в принципе, быстренько разберёмся. Ну, великая мать-мегафон, великая мать-мегафон, сиреноголовых не будет присоставлено некоторых. Она, смотри, да-да, призывает. Прямо на меня, как камикадзе каких-то отправляет. Ха-ха-ха. Ребята, так. Нужно обходить быстрее этих сиреноголовых и драться напрямую с великой матерью-мегафон. Она меня не подпускает к себе. Кстати, друзья, вообще, на самом деле, было бы прикольно строить битву, да, именно качка... Что? Серьёзно? Бил, так быстро. Качок, ребят, заварил великую мать. Поскольку гонора-то было, да? Угу. Что называется. А слов-то было. А в итоге, ребят, великая мать-мегафон-качок побеждает обычную великую мать. Буквально с нескольких ударов. Хорошо, теперь давайте, ребята, будет следующий качок. Ну что, ребятки, большая сирена на подходе. Она, кстати, ребят, очень-очень сильная из предыдущего пака качков. Она самая была сильная. Так, ребята, битва начинается. Получайте. Вот, хорошо прям. О-о-о-о. Поразлетались. В разные стороны. Мы их что, можем убить даже звуковыми атаками? Серьёзно? Да-да-да, смотрите. Получайте, сиреноголовые. Вот, ещё. По-моему, уже большая сирена миллион раз дралась против сиреноголовых. В принципе, исход и так понятен. Дарк, кого ещё можно? О, большую сирену оригинальную. Давайте её, ребят, тоже отметелим. Кстати, смотрите, она там пожирает бедных сиреноголовых. Нет, кстати, она их убила. Не пожрала. О, смотрите, ребята. А-а-а. Она меня заметила. Я думаю, вы, ребята, наверное, ждёте новых качков, да, про которых у нас ещё не было серий. Ну и чё, ребят, ещё дождётесь. Точнее как, серии были, но всего лишь по одной. Как-то это мало. У нас, ну, про мультяштового кота-качка, наверное, серии 10. А-а-а. А то и больше. А то и все 20. Так, кстати, смотри. Качок Большая Сирена довольно-таки легко смогла сдвинуть с места Большую Сирену, которая в несколько раз больше. Всё-таки, ребят, сила у качка просто невероятная. Видите? Ого. Мы убили её, что? Наконец-то! Ура! А как вы это сделали? Настолько она, ребят, мощная, капец. Реально, очень-очень мощная. Большая Сирена Качок. Мы вам уже показали почти всех кабачков-качков наших сегодняшних. В принципе, всех показали старых. Сейчас, ребят, ещё будет мостовой червь. Он, правда, и не новый, и не старый. Он где-то посередине. Ну и после этого будут Качок Бегемот и Качок Паровозик Томас. Ну что теперь, ребята, самое настоящее божество. Это даже, ребят, не просто Качок мостовой червь. Это божественная стадия мостового червя. Ну что, давайте сейчас зайдём поиграем. У нас есть костюм Мэны. Мостовые черви, ребят, слишком слабы, чтобы против них сражаться. Тем более, это как бы его, можно сказать, собратья, да? Так что, ребят, в принципе, нет даже смысла сражаться мостовому червю Качку против обычных мостовых червей. А вот костюм Мэны, давайте, да, будут, ребят, поинтересней. О, что, видел? Ты видел? 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 Ты молнии ударил, да. Ага. О, снова. Капец, что ты творишь? Офига себе, конечно, ребят, дерётся. Вот, всё. Мы всех убили. Давай ещё кого-нибудь. О-хо-хо-хо. О, так. Неплохо так, ребята. А мы убиваем их, подожди. Ты их пачками валишь. Такой атака, их убиваю? Да. Да ладно. А ну-ка. Ну, помню, как-то рикошетчу странно. Сейчас, да, рикошетчу, значит, вот ещё убил. Видишь, меньше и меньше становится. Да, вижу, забейтел, забейтел, во, ещё меньше. Да вот куда ты, блин, рикошетишь, а? Ребят, так-то скромненькие очень-очень быстрые. А мы их очень-очень легко убиваем. Ну, да, они достаточно быстрые. Так, мы всех, ребят, завалили. Ну, Милк Волкер давай ещё повалить, чё бы нет. Да, давай Милк Волкеров. Ой. Ой. Жёсткая, ребят, конечно, атака. Я уверен, кстати, он умеет намного, ребят, лучше, если он будет сам по себе играть, да? Это да, это 100%. Убивать этих Милк Волкеров и других монстров. Ну, в принципе, чё? Мы главное то, что сегодня играем за разные виды. Это, ребята, уже очень-очень круто. Так что почему бы и не продолжить именно самому играть? Так. Так. Вот ещё Милк Волкеры. Бедные просто Милк Волкеры. Они, блин, даже подойти нормально не могут. О, смотрите, вообще залагали. Ой. Мы чё, их спепелили, даже ничего от них не оставили? Смотрите, ребят. Один Милк Волкер упал без коробочки на голове, а другой с коробочка на голове. Ну, раз ты у нас божество, значит, надо кого-то сильного против тебя поставить. Ну, давай одного такого, знаешь, большого и мощного. Божество я поставлю странные формы жизни. Ой, ну, на самом деле, ребят, монстры так себе. Хотя мы их довольно-таки, по-моему, легко можем убивать. Да, просто сквозь них проходишь, и что они умирают. Да, да и всё, они, ребят, умирают, видите? Ну, они неприятные. Вот такой вот прикольный качок Мостовой Червь. Реально очень-очень крутой и интересный. Я думаю, всё-таки вы, ребят, ждёте новейших монстров-качков. Это Бегемоты и Паровозика. Они самые интересные. Опять же, серии, ребят, уже про них были. Но как-то мы особо за них мало и играли. Мало их, ребят, испытывали. Так что прямо сейчас же предлагаю это, ребят, исправить и устроить реально офигенные испытания для наших новых качков. А наши, ребят, новые качки сейчас будут сражаться против реально больших и сильных монстров. Так, последняя форма жизни. Сейчас. Вот всё, готово. Я их звонил, да. Ох, ребят, сейчас реально будет интересная битва, потому что, да, это качок Паровозик Томас. Новый, ребят, качочек вот такой вот. Кабачочек. Новый монстр Древора Хендерсона качок. Он даже не просто качок, это, ребят, ещё и боксёр какой-то. Причём, видите, очень-очень накачанный. На каких-то, видимо, стероидах. И против него, конечно же, будут сражаться обычные Паровозики Томаса, которые завидуют ему то, что тот такой сильный, красивый, накачанный, эстетичный. Или что-то в этом роде. Так, ну чё, давайте, ребят. Раз, два, три. Интересно, как вообще Паровоз мог в итоге превратиться... В это, да. Да, в накаченное тело. Ну ладно. Мы это, ребята, пустим. Если вам это интересно, мы показали историю, как такое могло случиться. Я всех убил. Один, по-моему, это был апперкот или какой-то боковой удар. Я чё-то как-то пропустил. По-моему, это был апперкот, то есть удар снизу. И все Паровозики были убиты. Если случилось, то посмотрите соответствующий ролик, там мы всё показали. Угу. Так, давай поезда-пожиратели. Это, ребят, самые заклятые, самые главные враги Паровозиков Томасов. Вот они. Они, видите, сразу же такие, ой, еда, еда, еда. Так. Вот. Один удар и минус от одного до нескольких поездов-пожирателей. Слишком даже, ребят, легко. Вот реально слишком прям легко. Так, кстати, он у нас умеет, смотрите, ускоряться. Смотри, какие необычные. Да, пароголовые, давай. Да. Акулами пуляют за себя. Да я вижу, блин, эти акулы, юночё. Так. Смотри, он уже с удара не умирает. Да, кстати, вижу. Но всё равно умерли, умерли, умерли. Так. Подожди, мне кажется, что... А, а, что... Ты под землю провалился. Лови меня. Всё, поймал, поймал, достаю. Ребят. Давай, возвращайся. Я не понимаю, что происходит. Видимо, акулы тебя на дно хотели утащить. Так, все топороголовые погибли. Да. Причём, ребят, когда быстро начинают передвигаться, то ли наш паровозик настолько быстро бегает, то ли мы даже не знаем, и он реально убивает именно просто от того, что он бегает. От того, что он передвигается, монстры умирают. Причём, ладно, там это конь... Ой, ребят, я опять под картой. Да, опять тебя доставать, ну хорошо. Ладно, это, ребят, если была бы какая-нибудь Годзилла огромная или ещё что-нибудь, знаете, то, что действительно шагает, и прям там полгорода в итоге дрожит, землетрясения, всевозможные цунами начинаются. Здесь же обычный паровозик Томас. Так, Ландарк, давай ещё кого-нибудь, и мы, наконец-то, ребят, приступим. О, дымоголовая к качку-бегемоту. Это, кстати, реально будет интересно. Да, два ребят удара они выдерживают. Что уже, в принципе, неплохо. Во! Два удара, ребята. Они, кстати, смотрите, отравили всю почву. И всё, ребят, что здесь находится. Да, кстати, немного отравили. Ладно, ребята, да, вот такой вот прикольный паровозик Томас-качок. Новый, ребят, качок. Кстати, про него уже была история, была, ребят, серия. Смотрите её на канале. А теперь будет самый последний качок. Это самый, в принципе, сильный, самый большой качок у монстра Тревора Хендерсона. Это качок-бегемот. Ну и, ребята, это самый-самый сильный Титан. Это, в принципе, самый-самый сильный качок. Это бегемот. Да, это именно качок-бегемот. Есть обычный бегемот. Кстати, да, друзья, у нас есть же Титан-бегемот. И вы, наверное, подумали, о, сейчас будет битва качка-бегемота, против титана бегемота но нет мы ребят все таки решили устроить отдельную серию битву двух бегемотов знаете ли два бегемота у нас не каждый день сражаются поэтому можно прямо отдельную серию про это будет устроить за до ребят его моих ты это видел сейчас было ну не знаю у нас же dark не каждый сражаются два бегемота да поэтому ребят думал отдельная серия как раз будет очень очень кстати за дом этих монстров получше узнаем испытаем мы-то бегемота и так неплохо знаем от качка бегемота еще не до конца так давайте ребятки сейчас еще кого-нибудь поубиваем давай например живой там дом я помню нас есть потом нас еще по-моему желейный рот есть кстати давно мы его не использовали буквально по одной штуке как раз ребят проверим вообще готов ли наш качок к битве с обычным титаном бегемотом о а они такие маленькие серьезно я ребят думал то что они будут как бы огромный не такие что и маленькие и крепкие довольно таки они все-таки сделан там из бетона по моему да видимо если не на железных армату но ненадолго это им ребят помогает так все хорошо разобрались у ребят желейный ротик так о подожди у меня чё кулаки сквозь него проходят видимо а ребят чего они смотрите кстати ребят убил 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 а то уж испугались лопали зим что за ерунда на самом-то деле это как бы желейка ладно давайте еще кого-нибудь давай конь титана ну на тебя никого другого общем то не поставишь бреки ньюсы нифига сиди кстати ребят здорово и но я думаю на сейчас качок бегемот довольно таки легко с тебе расправиться кстати смотри они такие уж то и слабые но ребят если что качок тоже как бы не максимальных размеров поэтому не максимально это его силы он так он сам посиделиться намного круче думаешь да я тебе отвечаю щас удивишь щас сейчас я приземлюсь а я залагал а ну-ка ребят как же бегемот сам по себе дерется у него вроде да ребят есть атаки разные вроде куэта издыхание он умеет камни давай-ка давай у нифига себе давай еще какие-то титанов тогда давай давай до 18 до давай все хватит хватит но просто смотри аннигиляция тоталии же вижу причем даже ребят видите ударами он тоже очень сильно их ранит повреждает на бегемо давай вот тянем оттягивать не понадобилось да видел как из пулемета просто расстрелял галдинную способность 5 камнями камнями все друзья реально жесткие суперспособности этого качка бегемота все-таки это тоже какой-то у нас радиоактивное аномальное существо непонятно так что ребят может быть все что угодно с ним короче да ребята сегодня мы вам показали все 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 виды качков качки монстра тревера хендерсона ну а именно качок мультяшный кот качок мультяшный пес качок сиреноголовый качок также великая мать мегафон качок большая сирена качок мостовой червь и собственно ребят качок паровозик томас ну и наш самый-самый последний это качок бегемот скорее всего это ребят самый-самый сильный в принципе качок и возможно даже это один из самых сильных титанов принципе монстр тревера хендерсона короче да ребят такие прикольные виды качков если вы ребят хотя бы одного знали то прямо сейчас же поставьте лайк но если вы вдруг вообще никого не знали впервые на этом канале то друзья обязательно подписывайтесь жмите на колокольчик и мы конечно же встретимся с вами новых роликах все ребята пока пока всего хорошего народ